Всем привет, я Анна Оськина и сегодня показываю, как сделать самую маленькую малинку. И баночку малинового варенья. Запросов на эту ягоду приходило очень много и я рада их выполнить, ведь я тоже люблю малину. Ставь лайк, если нравятся мои миниатюры, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А в комментариях пиши, что еще мне уменьшить. А мы начинаем. Для малины я смешиваю цвет кармин и белую полупрозрачную фима. Должен получиться вот такой вот нежный оттенок, но после запекания он изменится. Катаю длинную тонкую ниточку из этого цвета и нарезаю ее на много очень маленьких частей. А затем каждую из этих частичек нужно скатать в шарик. Да, это частички малинки. Да, это частички малинки. Когда катаете шарики, очень важно, чтобы руки были сухими, чтобы они не прилипали. Поэтому никакого крема, никакой воды. Когда скатала все шарики, нужно сделать основу, на которую они будут крепиться. Это шарик побольше. Я его нанизываю на кончик зубочистки и прилепливаю к нему. Этот кусочек должен сидеть на кончике зубочистки, как шапочка. Дальше мне понадобится гель жидкая пластика. Беру капельку геля и обмазываю основу малинки, чтобы все частички точно хорошо приклеились. И теперь просто супер мелкая работа. Нужно эти маленькие шарики присоединить на эту основу. Я делаю так. Сначала делаю первый слой прямо под основой, чтобы ее не было видно. Чтобы крайний слой был как раз таки из вот этих маленьких шариков. Ну а затем выкладываю рядами. Второй ряд, третий. Стараюсь положить эти все шарики очень плотно друг к другу. Чтобы не было никаких зазоров, чтобы не было никаких дырок между ними. Масштаб очень маленький, поэтому действовать нужно очень аккуратно. Я держу все это на кончике зубочистки и поправляю маленькой металлической спицей. Либо можно взять большую иголку. Когда присоединила все шарики, слегка прижимаю их к основе. Только очень-очень легонечко, чтобы их не смять ни в коем случае. И в принципе можно ее снять с кончика зубочистки. Я все малинки снимаю до запекания. Делаю много-много таких малинок и все запекаю. А после запекания можно на некоторых из них сделать листочки и веточки. Будто из малинки не достали серединку. Для этого я раскатываю зеленый цвет очень-очень тоненько. Можно даже подтянуть руками, чтобы слой стал еще тоньше. Отрезаю от него небольшой кусочек. Эту полосочку нарезаю на маленькие-маленькие треугольнички, чтобы были они как листочки для малинки. И остаток этой полоски я катаю в маленькую ниточку. Теперь беру запеченную малинку. Внутрь я наношу немножечко геля, чтобы листочки приклеились хорошо. И дальше набиваю серединку зеленым цветом. На эту зеленую набивку я насаживаю листочки. Аккуратненько их присоединяю. У меня здесь поместилось 5 листочков. И в центр насаживаю маленькую веточку. И эту малинку еще раз отправляю запекаться. Достаточно будет 20 минут при температуре 110 градусов. Для варенья мне понадобится маленькая стеклянная баночка. И гель жидкая пластика, который я выдавливаю на стекло. Цвет малинкового варенья темнее, чем сама малинка. Поэтому нужно сюда намешать цвет какой-то более темный. Я крашу сухую художественную пастель красного малинового цвета. И добавляю еще капельку бордового. Получается вот такая классная смесь. И теперь секретный ингредиент. Песок. Да-да, это самый настоящий песок. У меня есть песок для аквариума. Но в принципе подойдет, наверное, и любой даже с пляжа. Главное, чтобы песчинки были мелкие. Этот песочек я добавляю в гель жидкую пластику. И перемешиваю. Он даст массе такую неоднородную фактуру. Очень похожую на фактуру, на вообще цвет варенья. С такими вкраплениями, с маленькими косточками, с какими-то кусочками ягодок. И получится действительно очень-очень похоже на настоящее варенье. Когда замешала эту смесь, накладываю ее в баночку. Очень-очень плотно. Здесь нужно следить, чтобы не было никаких пузырьков воздуха. Иначе они потом останутся от банки или варенье начнет отслаиваться от баночки. Это все не нужно нам. Нужно, чтобы плотненько, хорошенечко все легло. Но не заполняю до краев, чтобы не вывалилось через край. Чуть-чуть ниже края баночки. И отправляю баночку запекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. После запекания вот такая баночка получается. И нужно сделать ей крышечку. Я хочу обернуть ее кулинарной калькой. Но для этого сначала делаю небольшую крышечку, на которой она будет крепиться. Так будет выглядеть аккуратнее. Я обвожу кусочек картона и вырезаю небольшой кружочек. Этот кружочек я наклеиваю сверху баночки на клей. Когда клей высохнет, вырезаю небольшой квадратик из кулинарной кальки. И сначала приклеиваю его просто клеем карандашом сверху на баночку. И когда клей высохнет, я начинаю заворачивать края бумаги вниз. Чтобы они очень ровно туда все зашли и получились такие красивые складки. Когда достаточно завернула бумагу, беру нитку. Я выбрала нитку белого цвета, но можно выбрать любой другой цвет. Не берите толстые нитки, потому что в такой миниатюре это будет смотреться громоздко. И сначала завязываю узелочком, затягиваю и оборачиваю ниточкой несколько раз. После чего тоже затягиваю узелочком. Чтобы края нитки не торчали, можно их приклеить просто обычным клеем карандашом. Я набираю клей карандаш на зубочистку и аккуратненько подклеиваю края ниточки. Чтобы они не торчали. И у меня получается вот такая вот баночка варенья. И там действительно будто бы варенье. Вы видите эти вкрапления и неоднородную фактуру. В результате у меня получилась горсточка ягод малины и вкуснейшее малиновое варенье. Посмотрите, оно выглядит как настоящее. А у некоторых малинок есть даже листочки и веточки. Ставь лайк, если тебе понравилось, как я уменьшила ягоды и баночку. Ягодки просто на кончике пальцев, они очень маленькие. В комментариях предлагаю еще идеи, что мне уменьшить. Может быть вишню? Она тоже очень-очень маленькая. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новой встречи в моих новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok